У необоснованных обвинений американских официальных лиц США в адрес Азербайджана мы продолжим обсуждать с польским политологом Якубом Карейбой. Господин Карейба, здравствуйте, рада вас видеть. Да, Мир Майлим, здравствуйте. Здравствуйте. Господин Карейба, вот смотрите, в Соединенных Штатах Америки отдельные официальные лица, парламентарии высказывают некие обвинения в адрес Азербайджана, угрожают нам применением различного рода санкций. Понятное дело, что санкции в отношении Азербайджана никто применять не будет, это нереально, потому что все, что делал Азербайджан на протяжении всех последних трех десятилетий, все было исключительно в рамках международного права. Но тем не менее, в Соединенных Штатах Америки все эти заявления, которые делаются, понятное дело, что они делаются в том числе потому, что Армения продолжает всячески нагнетать обстановку и ситуацию. То есть вроде уже и конфликт решен полностью на земле, но если бы Армения пошла по пути мира, если подписала бы договор о мире, навряд ли мы увидели бы такие заявления со стороны Соединенных Штатов Америки или будь то любой другой страны. Почему Армения продолжает вот так вот искусственно осложнять вот эту всю ситуацию? Армения, вопреки собственным национальным интересам, вопреки интересам собственного народа, продолжает нагнетать ситуацию, продолжает свои попытки превратить как Карабах, так и весь Южный Кавказ в зону конфликта. Это происходит потому, что за 30 лет оккупации, сепаратизма и разжигания ненависти армянская политическая элита научилась воспринимать конфликт и войну как собственный модус вивенби. Война – это смысл их жизни. Не экономическое развитие, не модернизация, не улучшение условий жизни, не какая-то конструктивная международная роль или позитивная международная идентичность. Их у Армении нет. Нет у них просто. У них есть только нагнетание конфликта для того, чтобы потом с помощью этого конфликта реализовать свои индивидуальные или групповые интересы. Потому что с интересами армянского народа этот конфликт не имеет ничего общего. Более этого. Армянская элита устроила армянскому народу 30 пустых вырванных лет. Украла у него 30 лет, за которые он, сотрудничая с Азербайджаном, мог бы уже быть в совершенно другом месте с точки зрения как моральной, так и материальной. А в том, что касается подобных высказываний со стороны США, США тут нужно отличать большую государственную стратегию от высказываний отдельных чиновников, у которых либо не хватает знаний, либо сдают нервы. Подобного рода заявления обычно исходят из людей, которые не знают, не понимают, не хотят изучать обстановку в регионе, от людей, которые отличаются невежеством. Таких людей в американской политике, в американской политической элите тоже хватает. Там есть очень умные и образованные люди, но не умные и не образованные там тоже есть. Вот такой пример мы недавно увидели. Этого рода высказывания связаны со специфической ситуацией Америки в международных делах на сегодняшний день. Это, если рассматривать вопрос с точки зрения психологии, метод гиперкомпенсации. То есть умные, большие высказывания компенсируют отсутствие возможности делать что-то конкретное. Ведь если посмотреть на ситуацию Америки, им не позавидуешь. Они очень долго были первой и единственной супердержавой в мире, которая в любом регионе определяла или, по крайней мере, контролировала развитие ситуации. А сегодня на Ближнем Востоке кризис. А Америка и ее союзники уже не контролируют ситуацию. В Афганистане полный стыдный провал. На Украине дела, мягко говоря, сильно ниже ожиданий. В Восточной Азии Америка тоже живет в ожидании того, когда Китай их потеснить или когда начнутся проблемы с союзниками. В Южной и Центральной Америке либо кризис за кризисом, либо дисфункциональные государства под контролем наркокартелей. Это очень серьезные проблемы. Это проблемы, с которыми каждый американский чиновник, что в Госдепе, что в других структурах, сталкивается каждый день. И на которые у них нет ответа, на которые у них нет решения. То есть глобальная держава в глубоком концептуальном и организационном кризисе Иногда позволяет себя устами отдельных чиновников высказывать подобные вещи. Это проявление глубокого психологического кризиса. Но тем не менее, господин Кариба, эти заявления сделаны. Они действительно очень неприятные для Азербайджана. Насколько эти заявления и подобные заявления отвечают вообще интересам американо-азербайджанских отношений? Возможно ли все-таки такие заявления делать? Насколько это позволительно? И вот исходя из всего того, что вы сказали ранее, не получится ли так, что опираясь на одну лишь Армению, Соединенные Штаты Америки в будущем они потеряют свои какие-то позиции и на Южном Кавказе? С этого я начал и вы как будто читаете мои мысли, потому что тут нужно отличать случайные, непродуманные высказывания отдельных чиновников и большую государственную стратегию национальные интересы США, которые неизменные и в которых Азербайджан не только на Южном Кавказе, но в целом концептуально как пример успешной страны играет огромную роль. Ведь на постсоветском пространстве не так много стран, которые за 30 лет сделали такой прогресс, как Азербайджан, во всех абсолютных областях, в военной, экономической, торговой, в социальной сфере. Азербайджан это пример успеха, а США, особенно в период, когда их мощь в мире подвергается разного рода ограничениям, очень важно показывать хорошие отношения именно с успешными странами, такими как Азербайджан. То есть антиазербайджанские высказывания отдельных чиновников противоречат национальным интересам США, противоречат национальной стратегии. И я вам гарантирую, что от больших чиновников, от госсекретаря и тем более от президента мы подобных заявлений никогда не услышим, потому что как бы настойчивые и хойные не были армянские лоббисты, действовать вопреки интересам собственного государства США не мог. А во-первых, им нужно дружить со странами, которые успешно развиваются, особенно на фоне тех, которые развиваются неуспешно, а на постсоветском пространстве таких много, и Армения один из самых вопиющих примеров. А во-вторых, со стратегической точки зрения, если бы США теоретически отказались от поддержки Азербайджана и развития своих отношений с Азербайджаном, то что у них остается? На юге Иран, с которым понятно, какие отношения, на севере Россия, вы поставьте себя на место любого американского чиновника или политика. Если они перестанут дорожить отношениями с Азербайджаном, у них их прямые и на сегодняшний день самые главные, самые опасные противники начнут тут же играть на этой ситуации. В сегодняшний мир ситуация геополитика складывается таким образом, что иметь плохие отношения с Азербайджаном означает для США откатить ситуацию не только на Южном Кавказе, но и в целом в Евразии на многие десятилетия назад, потому что именно Азербайджан это одна из тех стержневых стран, на которых держится мир, порядок и экономическое развитие в Евразии. Потерять Азербайджан для США – это действовать вопреки собственным интересам. Спасибо большое, господин Кореева, вам за такой развернутый ответ, за ваше экспертное мнение. Благодарим вас, а нашим зрителям я напомню, что на прямой связи с нами был известный польский политолог Якуб Карейба. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...